Бренды на свалке истории. Мотоциклы Ява, самолеты Як, автобусы Икарус, сигареты БТ. Утраченное достояние Латвии. Рижская автобусная фабрика. Смотрите прямо сейчас. Он всегда был обласкан вниманием. Для артистов это был домик на колесах, в продолжительных гастролях по стране. Кинематографисты нашли в нем олицетворение энергичной эпохи. А сколько жизней он спас. Сколько нового он открыл людям. Он был один такой. Немного капризный, удобный, собранный, как британский ягуар, практически вручную. Он колесил по дорогам Европы, Америки, Африки и Азии. РАФ. Пожалуй, лучший микроавтобус. В конце 40-х страна, разрушенная войной, нуждалась в общественном транспорте. Поэтому автомастерским дают наказ. Экспериментируйте. И вот в Риге на базе ГАЗ-51 сконструировали 22-местный автобус. Как его назвать? РАРЗ. Рижский авторемонтный завод. Хоть и звучит по-пролетарски, но все же как-то неблагозвучно. Поэтому руководство решает заменить бренд на более буржуазный. Рижская автобусная фабрика. Сокращенно РАФ. Ударно, вручную, порой без отдыха и сна, трудились автостроители Риги. Стране нужны автомобили. Да и в грязь лицом нельзя упасть. Традиции автомобилестроения, как это сейчас неудивительно прозвучит, в Риге сохранялись с момента зарождения первых автомобилей. Знаменитый Руссо Балт покинул Рижскую мастерскую в 1909 году. Чуть позже в Риге начал свою жизнь завод АМА, который сменил прописку на Москву и получил всемирную известность, как завод имени Лихачева, сокращенно ЗИЛ. В 30-е годы в Риге также собирали автомобиль Форд. В Латвии они назывались Форд Вайрос. Ну, наверное, главное это было возможности и мастерство, вот традиции и мастерства, можем так сказать. Потому что вот сейчас найти людей, которые смогли бы такие детали выколотить вручную, практически невозможно. Я считаю, что вот это главная традиция, что если там был хороший жестянщик, может быть он даже ушел, но до этого у него уже был, ну, какой-то подсобный рабочий, который у него учился, и он передавал этот опыт, и вот это продолжалось. Вот так же, скажем, машину тогда не шпаклевали, а все там, ну, неровности, всякие там стыки сварные, которые должно было скрывать, их оловом обрабатывали, ну, заливали оловами. Сейчас нет таких специалистов. Даже музей ищет человека, который может это делать. И вот, наконец, первый послевоенный латвийский автомобиль RAV. Самый востребованный автобус с традиционно для того времени капотной компоновкой. Шасси свежего для того времени в конце 40-х – ГАЗ-51. Кабина обрезалась, устанавливался деревянный каркас, который затем обживался металлическими панелями. Каждая деталь выстукивалась при помощи молотков. Что такое эргономика водительского места, не знали ни производители, ни инженеры. В шоферы шли сильные и мужественные люди. О них тогда слагали песни. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, Резкий поворот и косо-гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, Крепче за баранку держи шофер. 50 лет назад это была норма. Взять металл, к металлу прикрутить дерево, а к дереву опять металл, и все хорошо. Такая технология производства, мне кажется, очень интересная. И поэтому, конечно, такой экземпляр. Один латый сделан хорошо, и можно на нем покататься в экскурсиях. Моя цель не такая, но хочется, чтобы он был, конечно, на ходу, и мы и без вами в следующий раз могли здесь по кругу покататься, почувствовать, как он, как он, начать с точки зрения, неудобен. Бывший инженер Рафа, известный гонщик Андрис Дамбис, собирает старые латвийские микроавтобусы. Сейчас у него в мастерской находится редчайший Раф-251. Городской автобус вмещал 28 пассажиров. Как и его предшественник, 251-й имел деревянный каркас, позволявший дорабатывать его под конкретные нужды. Был даже грузопассажирский вариант с грузовой площадкой. В коллекции Андриса Дамбиса есть даже уникальный автобус-баня. Правда, сделан этот экземпляр на базе модернизированного 976-го, которые выпускались до 1958 года. Этот автобус Раф-976М, буква М, наверное, модернизированный. В середине 60-х годов инженеры придумали, что деревянный каркас, конечно, быстро ломался, особенно по сельским дорогам, что надо металлически делать. Вот и сделали такой автобус, как образец. Называли его тогда аквариум, потому что, наверное, окна такие большие, засекленные. И считалось, что их примерно сделает 10 штук. И считалось, что их по всему Союзу, нигде их как будто нет. И я участвовал в латвийском чемпионате по ралли в одном сельском месте. Случайно увидел, но не поверил своим глазам. И тогда сохранялся, потому что ребята сделали бани, передвижную баню. Сзади автобуса баня. Можно затопить, подъехать к озеру, посидеть каждый вечер в своем озере. Со своей бани. И поэтому пришлось купить со всей бани. РАВ-10 фестиваль. РАВ-10 фестиваль. РАВ-10 фестиваль. К открытию фестиваля молодежи и студентов в Москве свет увидела первая партия микроавтобусов РАВ-10 фестиваль. Новый класс автомобилей для советских дорог. Десятка представляла собой творческую переработку Volkswagen T1 на базе узлов Победы и 21-й Волги. Пробная партия вызвала фурор. Таксопарк Москвы готов был купить несколько десятков фестивалей для того, чтобы заменить устаревшие зимы. Но это была лишь опытная партия, имевшая массу недостатков. Дорабатывать ее не стали, потому что рижане готовили первую знаковую модель. РАВ-977. В 1958 появляется всем вам хорошо известный РАВ-977 на базе 21-й Волги. Его выпускают ровно 21 год. С конца 60-х экспортируют в Иран, на Кубу, в Финляндию, в общем, практически по всему миру. Машина становится легендой, и сегодня за нее предлагают коллекционеры до 50 тысяч евро. Популярнее из микроавтобусов, пожалуй, только Volkswagen T1. Десятиместный РАВ вызвал живейший интерес и триумф на выставках в Лондоне, Брюсселе, Женеве и Париже. Но никто не подозревал, что РАВ «Латвия» — единственный конкурент немецкого микроавтобуса, разрабатывался и выпускался в большой мастерской в промышленном районе Риги. Конструкторский отдел РАВ состоял всего из 10 инженеров. Условий для испытаний не было, поэтому опытные образцы гоняли в Горький на газ. Не хватало также и производственных площадей. РАВ — это всегда был кузовной и сборочный завод, то есть он не производил никакие двигатели, агрегаты и так далее. То есть кузова модели 977 практически полностью изготавливались вручную. Позже уже, когда запустили Ереванский завод, где стали выпускать фургоны, они снабжали частично деталями и РАВ, которые штампованы. А так все колотилось вручную, сваривалось, то есть в каждой машине была душа. Учился в Риге, школа была недалеко от ВЭФа и недалеко от Рижского вагоностроительного завода. Это напротив. И на трамвае, когда едешь, там, наверное, из-за специфики литейных производств, вот есть специальный запах Рижского вагоностроительного завода, есть РАВ. Тот плохой, РАВовский очень хороший. 977-й в первую очередь был востребован как карета скорой помощи и продуктовый фургон. Но были и модели, предназначенные для встречи иностранных гостей по линии интурист или выставочного поезда на ВДНХ. Дизайн автобусов первого семейства Латвии выполнен скромно, но со вкусом. Облик машины получился, как говорят сейчас, дружелюбным к окружающим. Особый шарм придает симпатичная, пухленькая, добродушная мордочка. Машины 50-х годов, они вообще вот как-то берут, и, наверное, из-за дизайна, мне так кажется. Можно даже сказать, бесхарактерные, но, наверное, этим они проходят через поколения. Потому что там нет ничего такого остромодного, ничего такого специфического для того времени, и потому они нравятся во все времена. Но это мое такое, мое мнение. На базе РАФ-977Д была подготовлена серия развозных фургонов. Пробная партия была выпущена в 1962 году. Однако мощности РАФа не позволили развернуть их производство. В этом же году фургоны начинают собирать на Луганском авторемонтном заводе под маркой ЛАРС-977 «Луганск». А в 1966 году РАФ начинают собирать в Ереване, где был специально построен завод «ЕРАС». Ну, если отбросить специфику того периода времени, то тот же Рижский РАФ мог быть не хуже, ни какого-то итальянского кузовного ателье в сравнении с «Ягуарами», в принципе. Ну, достаточно уместно. РАФ-977 становится настоящей кинозвездой. Его мы видели в знаменитых фильмах 70-х. «Дела сердешные», «Белый бим», «Черное ухо», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» даже в более позднем кино. Третий слева в пятом ряду 1984 года в качестве игрового автомобиля использовался РАФ-977ИМ. Хотя к этому моменту вся московская скорая помощь давно ездила на РАФ-2203. Символ своего времени РАФ-977, или как его любовно называли «Мордашка», колесил по дорогам Союза до конца 80-х, пока его полностью не вытеснила новая, более современная модель РАФ-2203. Этот микроавтобус также носил гордое звание «Латвия». Его прозвали «Рафиком». С той поры все микроавтобусы наши водители по привычке называют именно так – в честь рижского микроавтобуса. За четыре года до Московской Олимпиады в небольшом городке Елгава, в 40 километрах от Риги, вступает в строй новый автозавод. Он был спроектирован и построен специально для перспективной модели РАФ-2203. Второе поколение РАФ «Латвия» должен был заменить весь парк микроавтобусов к Олимпийским играм в Москве. Всего на трассе Олимпийских игр 1980 года выйдут 235 микроавтобусов с маркой «РАФ». Построенный на узлах знаменитой 24-й «Волги», РАФ обладал передовым дизайном, отличными характеристиками и был рассчитан на перевозку 11 пассажиров. Эта модель была универсальна и послужила базой для двух десятков модификаций, в том числе и по спецзаказу. Конструкторский отдел, он состоял из нескольких бюро. И было бюро спецавтомобилей. И да, они занимались, вот скажем, делали там санитарные машины для Кремля и для Куби даже одну чайку сделали, ну, на базе чайки. Вообще на РАФе, конечно, делали очень много всяких спецмашин, начиная с подготовки к Олимпиаде, там машин 10, наверное, разнообразные было. И заканчивая какими-то специальными проектами, там электромобили, автомобили для эксплуатации под землей. В Москве было, что там есть город под землей, и там нужны автомобили для перевозки важных чинов. Но этот автомобиль должен быть качественный, электромобиль, без выхлопных газов, с отделкой внутри, красивой, хорошей. Но самое главное, что под землей-то узко, и пришлось РАФ делать узкий. Вот мы резали пополам его, сужали, делали сдвижную дверь. Для нас это было нечто новое, абсолютно новое. Олимпиада 80. Время триумфа не только для наших спортсменов, но и латвийских автостроителей. Ведь все мировые концерны мечтают, чтобы их машина стала официальной на играх. РАФу 2203 это удалось. Кстати, РАФ своим ходом съездил в Грецию за Олимпийским огнем и вернулся в Москву без единой поломки, чем вызвал несказанное удивление западных автоконструкторов, которые внимательно наблюдали за эстафетой Олимпийского огня. Вот он, самый известный РАФ Латвия. Машина сопровождения Олимпийского огня. Система охлаждения была переделана с учетом постоянного движения за бегуном. Это ручная работа и ответственные задания. Обычно заказчики придирчивые при таких заданиях. То есть там какие-то провалы не допускались. Конечно, я думаю, это не конвейерные машины. Московская Олимпиада лучше любой рекламы сработала на имидж РАФа. Его поставляли в Болгарию, Венгрию, Польшу, ГДР, Накобу, в Иран, Нигерию и Финляндию. Малыми партиями производили также восьмиместный вариант микроавтобуса с отделкой «Люкс», управлять которым можно было с правами категории «Б». С 1990-х РАФы начали использовать и для перевозки грузов. Например, на них возили почту. На базе РАФ 2203 выпускали однотонные грузовики. Но основным направлением были, как и прежде, маршрутное такси и скорая помощь. РАФ – это фактически моя жизнь. И я, будучи ребенком, играл на тех песочных котлованах, в которых еще даже не было завода, и не все внятно знали, что же здесь будет. Каждый третий ребенок имел какое-то отношение к РАФу через родителей, брата, сестру и прочее. И очень многих я потом встречал на том же заводе, и никто из них не сомневался в том, что вот они продолжатели династии. Это были спецы, это были люди, но в моем понимании, полубоги. В новом столетии, казалось бы, история РАФ завершилась. Осталась только жизнь в кино. Но хорошо узнаваемый силуэт вдруг возникает в популярных компьютерных играх. Уже молодое поколение 21-го столетия знакомится с легендарной автомашиной родом из прошлого. Кстати, РАФ 2203 стал героем суперпопулярных нынче компьютерных игр. Он есть в Grand Theft Auto 2, в Half-Life 2 и в Counter-Strike. Правда, там используется в качестве развалюхи декораций. Союзное начальство считало новый автозавод успешным примером кооперации предприятий и совместной работы республик. В Латвии занимались изготовлением кузова и окончательной сборкой автомобиля. Детали же к ним доставлялись из России, Украины, Белоруссии, из Югославии и Венгрии. То, что РАФ был зависим от предприятий, разбросанных по бескрайним просторам одной шестой части суши, и стало роковым фактором, способствовавшим краху предприятия. После выхода Латвии из состава СССР завод был вынужден закупать комплектующие к автомобилям из уже ставших чужими стран ближнего зарубежья. Смежники постоянно срывали поставки, конвейеры большую часть времени простаивали. Качество автомобилей сильно ухудшилось. Вообще вся реализация от первых, скажем, 90-х до последних уже 2006-х, она проходила вся или частично через мои руки. Я думаю, в какой-то момент я владел 30% акций Смоленской атомной, потому что это была часть бартера. То есть, скажем, узбекские товарищи поставляли сюда арбузы и дыни. Я привозил из Омска вагонами посуду, которые здесь реализовывали уже на рынке, фактически на рынке или на селении. Превращали в деньги и рассчитывали за РАФ. И все это было... РАФами выдавали зарплату? РАФами. К сожалению, очень большой и дорогой был РАФ. Но холодильниками выдавал я, привозя холодильники из Минска. Очень хорошие, очень престижные. Но это все было. То есть это часть нашей истории. Пытаясь спасти предприятие, руководство РАФ делает попытки войти в состав группы ГАЗ и таким образом сохранить промышленные связи и рынки сбыта. Но все попытки терпят провалы. Ну, вариант был один. Адаптироваться в эту действительность. Значит, нужно было выпускать микроавтобус западного качества. Настился, мы это и пытались сделать. Потому что со старым РАФом, мы понимали, это невозможно, стал падать объем выпуска. Ну и когда появились вот эти таможенные тарифы, стало невыгодно покупать РАФы. Стали покупать либо ГАЗели. Они пошли, они там массовым порядком, они их до 70 тысяч выпускали в год. Все определил рынок. Замену нашли только к 91-му. Вместо устаревшего 2203, новая М1 или Роксана. Простой, надежный грузовичок, специально под развивающиеся движения кооператоров. Но, увы, случаются вискули, страна разваливается, и инвестиции для нового проекта взять негде. Разработка проекта М1 по заводской классификации началась в середине 80-х, когда огромная страна жила перестроечными надеждами. Масса энергии требовалась не только на работу, но и на окружающие события. И эти события влияли, конечно, на то, как идут процессы. Вот она, история, сохраненная руками бывших работников. Творческий энтузиазм, с которым работали конструкторы, сейчас не найти даже за большие деньги. Приехал министр, сказал, правильной дорогой идете товарищи. Буквально через какое-то время приехал зам, который, ну, возможно, какой-то реальный участок лучше знал, или я не знаю уже как. Он сказал, никто вам ничего делать не будет, берите то, что есть. То, что есть, задний привод. То есть ориентация была на москвичевские будущие агрегаты, которые тоже как-то там не сложились. И в результате все это быстренько, концепция, так сказать, поменялась, и машина стала заднеприводной. Вот один пример. А могло это и вообще прекратить все работы. Раз попало, так сказать, в бурное море, на вольные волны. Параллельно с Роксаной разрабатывался и стилс. Его отличали передний привод, пластиковые панели кузова и обилие комплектующих ведущих мировых производителей. Заводчане успели собрать два экземпляра стиля или проекта М2, пассажирский и медицинский. Последний сейчас находится в Рижском мотор-музее и напоминает об утраченном промышленном потенциале Латвии. Увы, к этому времени судьба завода была предрешена. Денег на модернизацию производства и начала выпуска нового Рафика уже не было, а их требовалось свыше 800 миллионов долларов. Старая же модель была никому не нужна. В России ей появилась замена «Газель». В свою очередь правительство Латвии также объявило о том, что отказывается от проблем Рафа и стала закупать для государственных нужд автомобили из Европы, тем самым придав свое единственное автомобильное предприятие. В 1998 году завод прекращает выпуск автомобилей. На Рафе я был один раз. В 1999 году я зашел на Раф, я зашел в прессовый цех, посмотрел, как вырванные зубы, когда уже пресса. Начали выдергивать. Вот зашел сборочный корпус тоже, и я больше не хозяин. Знаете, это как первая любовь. Я не мог все это смотреть, что там творится. В 1997 завершилась славная история Рафа. Были собраны последние автомобили. Два десятка машин отправились в Москву. По иронии судьбы, самым последним с конвейера сошел катафалк для похоронного бюро. Больше заказов на Раф не поступало. Четыре с половиной тысячи человек остались без работы. Какое-то время Брент продолжает жизнь в образе дочерних банка и авиакомпаний. Не лучший финал легенды советского автопрома. Я, конечно, знаю, как это все вывозилось, как вывозились эти пресса, сначала с какой-то надеждой, потом просто, извиняйте, все растаскивалось и распиливалось на металлолом. Я оставил Раф, когда он был еще живой. Скажем, когда на конвейерах висели кузова, когда стояли пресса и даже какие-то контейнеры с полупроизведенными деталями. И сейчас, когда рассказывают, что внутри смотреть страшно, ну, не такой я пугливый, но нет смысла смотреть на прошлое, причем с каким-то непонятным содроганием. Но, несмотря на то, что завод умер и марка оказалась невостребованной, Раф, как живой организм, продолжает жить в своих творениях. И по сей день колесят в Казахстане, в Украине, бескрайней России, Белоруссии и странах бывшего соцлагеря узнаваемые угловатые Рафики. В мае 2012 года в Елгаве на том самом месте в здании завода управления открылся музей, где известный гонщик, а 20 лет назад инженер завода Андрис Дамбис выставил всего лишь небольшую часть своей коллекции. Это не видение, это попытка энтузиастов напомнить людям о том, что еще не так давно в Латвии производили самые популярные в Восточной Европе микроавтобусы, а также о том, как оказалось просто утратить это богатство. Я один день просто понял, что кому-то надо специально беречь или сохранить это наше автомобильное производство, которое в Латвии было. Если школьники приходят, они не знают, это Volkswagen, это RAV, или Латвия, они чего не знают, и удивляются. Вот я хочу, чтобы не поняли, что в Латвии делали такие красивые маленькие автобусы какие-то.